магомед исмаилов местная суперзвезда из постсоветского пространства его поведение вне клетки достойно уважения он улыбается и шутит а когда дело доходит до боя он переключается в можно сказать дикий режим он уничтожает своих оппонентов не мрагая глазом также не так давно он снялся в известном сериале реальные пацаны он по-настоящему универсальный боец и человек всем привет бойцы с вами канал белорстой мм и и в этом видео я вам расскажу про пять раз когда магомед исмаилов удивил мир мм и но при началом данного ролика я как обычно хочу попросить чтобы вы потратили 10 секунд для того чтобы подписаться на канал и поставить лайк но мы погнали тогда магомед еще не был таким популярным но его бои были зрелищными первый раунд начался с давления от лысого хищника он держал своего соперника на вытянутой руке и раз за разом попадал то джебом то хуком также магомед несколько раз пробивал и ногой и эти удары давали свои плоды ибрагим их чувствовал не весь раунд исмаилов доминировал были также опасные моменты и у тибилова он неплохо попадал по ноге печени исмаилова а концовку и вовсе забрал мага решил резко пойти вперед на ибрагима пропустил пару весятых попаданий но буквально за пять секунд до концовки раунда исмаилову удается провести тейкдаун на этом раунд и заканчивается очень близко пятиминутка но с небольшим преимуществом можно отдать этот раунд магомеду второй раунд начался в похожем стиле магомед снова придется прессинговать ибрагима но в одном из моментов исмаилов выбрасывать в ртушку в стиле барбозы но увы не попадает зато его противник смог донести по голове несколько жестких попаданий лысый хищник пытается провести тейкдаун но тибилов защищается попыток 5 понадобилось магомеду чтобы все-таки перевести бой на настил там магомед работал в осторожном ключе изредка набрасывая удары ничего опасного не было так и закончится второй раунд уже более уверенно в пользу исмаилова когда мага шел свой угол у него на голове было небольшое рассечение значит в каком-то из моментов он все же пропустил очень жесткий локоть следующий раунд начался без какой-либо разведки мага тут же бросился в ноги и перевел своего противника на настил через минуту исмаилов занял маунт и до конца раунда разбивал лицу ибрагима он наносил жесткий удар локтями как рефери не остановил бой я не знаю но тут декласс чистой воды 10 8 однозначно ну и конечно могу уверенно забирает бой единогласным решением судей этот бой можно назвать самый красочный поединок магомеда за всю его карьеру в этом бою он показал свой дух и свою стойкость первый раунд сложился крайне неудачно для владимира начал он неплохо ему удавалось хорошо орудовать своими комбинациями но уже спустя две минуты он был вынужден оказаться в партере магомед начал постепенно разбивать соперника получалось не особо владимир отлично защищался в конце раунда исмела включил режим берсерка и начал пробивать очень мощные плюхи по голове мини его однозначно из-за такого резкого включения он подел функционально тем не менее раунд он забирает со счетом 10 9 во втором отрезке магомед решил выложиться по полной уже на первых секундах он выдал прекрасную серию на руках и перевел меня его партер больше половины раунда бойцы провели на нулевом этаже нельзя не отметить отличную защиту владимира ему даже удалось посечь голову магомеда птиком оставшуюся половину раунда парни провели в стойке где преимущество было за вовой стало понятно что бою не будет одностороннего избиения но все же раунд отходит в копилку магомеда счет уже 2018 тут и сказать нечего данный отрезок был разгром для маги на протяжении пяти минут владимир ходил за ним по клетке и накидывал комбинации в исмаилова летела все руки ноги колени больше всего меня удивило то что мага и пробовал снова перевести бой на землю отлично раундами него счет 29 28 магомед снова решил попробовать себя в роли охотника весь раунд он шел вперед и старался давить но это не принесло ему успеха миниев отлично отработал на контратаках хорошо провалил магу а также донес до цели очень много луки ков счет уже 38 38 а это значит что нас ждет решающий раунд мага сама начала раунда стал активно навязывать борьбу нельзя не отметить нарушение владимира он хватил за черты магомеда нарушение было очевидным но грубым назвать его нельзя многие бойцы злоупотребляют подобными трюками пока судья не видит после того как бойцов развели владимир успешно надел свою работу он грамотно разбивал в стойке магомеда и даже посадил ударом с колена но самое интересное это перевод в партер от владимира думаю что мало кто ожидал увидеть подобное все были заинтригованы когда судьи называли победителя так как бой был очень равным ничья некоторые фанаты недовольны но оценка весьма справедлива магомед уже тогда стал очень популярным в россии его поединке ждали большая часть фанатов особенно такие мага сразу пошел вперед и начал активно давить и работать с дистанцией артем активно пробивал джебом и боковыми фролов хорошо стреливался и контратаковал пробивая ногами и смейлов хорошо таковал по разным этажам первый раунд прошел в стойке при том что бойцы являются базовыми борцами артем был заряжен на один мощный правый он неплохо бил мидл кики и ему отвечал мага первый раунд прошел равно но немного больше давил осмаилов как выбрасывал ударов дагестанец хорошо работал сериями и на хорошей скорости мага сразу стал попадать во втором раунде он пробивал много ударов и большинство из них проходило в итоге он решил провести тейкдаун бойцы немного поборолись и снова стали в стойку было видно что фролов был потрясен и пропустил много ударов во второй половине раунда мага немного вымахался и устал но продолжил попадать начали на дагестанца сказываться удары по корпусу и он задышал как концовка прошла довольно спокойно в третьем раунде бойцы начали уставать на первых минутах произошло столкновение головой и у артема на лбу образовалась гематома в итоге врач разрешил продолжать и бойцы продолжили фехтовать мага давил немного больше и больше бил но фролов привык сопернику и стал чаще попадать правда из маилов не захотел останавливаться и хоть устал но продолжил атаковать первым номером в конце бойцы немного зарубились и прозвучала сирена в итоге единогласным решением судей свою победу одержал из маилов самый хайповый бой в россии на то время все ждали увидеть как из маилов отправиться спать но магомед удивил маги уже с первых секунд удалось донести до цели несколько жестких хуков хорошо страхнувших емельяненко который стал неуклюжего пальца к сетке тогда из маилов без помех прошел в ноги и уложил соперника на канвас в партере магомед развил свое преимущество активно работая гранд энд паундом и не давая александру подняться под залы с первого раунда из маилов смог потрясти лежащего емельяненко тяжелыми ударами однако завершить начатое ему помешал гонка перерыв во второй пятиминутке бойцы подарили фанатам несколько брутальных разменов где лучшим вновь оказался из маилов емельяненко ничего не мог поделать стыкдаунами своего соперника когда оказывался на земле то лишь беспомощно вязал ногу магомеда не давая тому занять фулл маунт тем временем мага с каждым раундом был все более настойчив в партере финальном отрезке поединка рефери позвал в клетку врача чтобы тот осмотрел возникшие у емельяненко глубокое рассечение над левым глазом доктора позволил продолжить бой однако после паузы и смылов еще сильнее активизировался принесли буквально вкалачить голову емельяненко в настил из-за чего рефери дал отмашку о завершении схватки у вау что за доминирование после боя с александром магу узнавали на каждом шагу и он решил остаться еще немного в дивизионе повыше и срубить побольше хайпа первые две минуты поединка прошли в стойке и штырков смотрелся в этом компоненте очень неплохо тогда лысый хищник решил зайти с козырей и попробовать забороть соперника но уральский халк удивил и здесь очень прилично защищаясь явно сказали тренировочные сборы в дагестане в целом первый раунд можно было записать в актив и смыла ву но ему тоже не было так легко как в бою с александром емельяненко во второй пяти минутки и ва штырков потихоньку стал проседать с функциональной точки зрения ураль замедлился и не был также настойчив в дебюте раунда магомеду удалось шикарный опридутный бросок а после того как спортсмены вернули стойку исмаилов владел более ощутимым преимуществом уже и здесь в конце отрезка ему снова удалось перевести схватку в партер и выйти на боковой контроль но штырков опять продемонстрировал уверенную защиту перед стартом третьего раунда тяжело дышали уже оба спортсмена скорости и явно упали но напряжение лишь возрастало почти сразу мага донес до штыркова хороший леву хук иван не остался в долгу и ответил не менее крепко в середине раунда магомед потряс соперника несколькими жесткими попаданиями снизу и сбоку после бойца снова перешли в партер где лысый хищник был лучше а штырков лишь демонстрирует умелую защиту на последней минуте обессиленный ван уже просто выживал но она морально волевых таки достоял шикарная схватка которая получилась гораздо более конкурентный чем ожидалось но все-таки вердикт судей был однозначен и справедлив победа исмаилова единогласным решением судей и уже на этих выходных он проведет долгожданный реванш против владимира миниева и как вы считаете кто победит в этом бою ваше мнение я жду в комментариях но сам был канал белорус той мамы и ставьте лайки и подписывайтесь на канал